всем здравствуйте всем здравствуйте ну что опять слет ведьмочек на шабаш девочки слетаемся слетаемся сейчас будем гадать сейчас будем смотреть ваши новые отношения сейчас будет расклад познакомитесь ли вы с новым мужчиной давайте давайте присоединяйтесь и подлетайте девочки устраивайтесь поудобнее садитесь присаживайтесь кто кофе хочет кто чай сейчас расклад будет общий без вариантов то что я сейчас буду говорить самом начале если вы будете чувствовать что резонирует именно с вами потому что я сейчас буду смотреть именно вас значит смотрите расклад до конца если вы чувствуете что это вообще не про меня значит расклад не ваш и он не не исполнится вот так и так еще раз до расклад на тему появится ли новое знакомство познакомлюсь я снова мужчины для новых отношений да давайте будем смотреть и так кто вы вот кто меня сейчас смотрит на данный момент кто вы ваша личность ваша характеристика вы сегодняшняя какая вот какие у меня ведьм очки все одухотворенные светлые ты посмотри какая благодать еще 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 кто вы еще еще ну давайте еще понятно вот смотрите кто вы да вы вы первая карта которая вытянула иерафант это о чем говорит это говорит о том что над вами есть высшая сила вы сами по себе очень такой боговерующий человек или верующий в принципе высшую силу я не знаю в небесную власть в небесную до канцелярию авто от вы верите в то что в жизни все не просто так может быть вы сами я бы сказала еще знаете из рода целителей из рода светлых я не знаю это как монахов да что у вас в роду жили мол а например или батюшки до церковные служители то есть вы сами по себе достаточно духовной сильный человек понимающий любящий традиции у вас хороший рот в принципе очень хороший рот большой рот может быть знатный рот может быть знаете ваш рот где-то такие не за голубых кровей где-то на вот как дворяне там я не знаю там герцоги да графы но что-то такого плана вы также имеете образование может быть даже не одно образование кстати многие из вас работают в гос учреждениях для вас это очень обязательно потому что вы человек который но я бы сказала всегда стремитесь так высоте к правильности каким-то устоям традиция для вас это очень важно семья дом быт здесь девочки которые или были в отношениях серьезных то есть в официальном браке были разведенные или же жили в гражданском браке то есть для вас это не чуждо отношений вы знаете как строить отношения потому что вы уже были в этих отношений да вот по разбитому сердцу могу сказать что ваши отношения здесь скорее всего распалися распалися как всегда как обычно да потому что был трехугольник классический скорее всего трехугольник муж загулял там мужчина загулял и все отношения прекратились я потому что у вас разбито сердце вы потому что себя полностью выкладывали в этих отношениях вы знаете так очень子 будто вы женщина времен ссср которая и все на себе понимаете все на себе милый я успею и на работу сбегать и блинчики тебе там с борщом приготовить еще прибегу я постираю все для тебя дорогой на она а он так знаете как любой мужчина сразу на голову садится поэтому здесь так как вы традиционная поэтому говорю вы в традициях ваша мама такой было типа все для мужа да ваша бабушка да в таких же там я не знаю в традициях воспитывалась прабабушка в николаевские времена там все мужу все мужу да патриархат дома прямо вот прям гремел и вы точно так же потому что вы пример вот этот получали да вы учились из со своей семьи и вот научились как говорится что сейчас что сейчас да вы сейчас больше уделяете время себе абсолютно себе если вы в отношениях потеряли что-то а потеряли материальные да то сейчас вы уже такая умная вы уже сейчас такая ушлая у вас сейчас деньги материальная независимость стоит на первом плане и какой бы сейчас мужчина вам не попался богат или бедный он вы уже ни с каким мужчиной больше делить свое не будете потому что нова обжегшись на молоке мы уже будем дуть на воду понимаете здесь вы больше сейчас время уделяете себе любимый вы себе практически ни в чем то не обделяете себя все что вы не хотите вы себе можете позволить вы себе можете купить потому что вы достаточно уже зарабатываете у вас свои планы вас свои цели вы идете вперед обманывать вы да уже то есть себя не допускаете не разрешаете вы уже сама такая хитренькая стали знаете вы уже общая сама кого-нибудь сейчас раскрутила бы да хватит потому что на мне наездились уже больше так не получится свечку мне потухло еще секунду не люблю когда свечки тухнут вот так вот мы сейчас больше времени уделяете себе себе любимый да потому что вы вообще звезда просто понимаете мирового масштаба вы дженнифер лопес понимаете такая ну типа да очень яркая красивая харизматичная любите себя вот в прямом смысле этого ничего ни в чем себе не отказываете прошлое отношения в которых вы были вырасталися я не знаю какие там были болезненно убийственные отношения да это наверное со слезами с ревом сердечными какими то вот в прямом смысле слова проблемами да я не знаю что вам 03 уже там вызывали да вы так это все переносили болезненно вот вы почему постоянно смотрите мои расклады то мужчине которых я которого я постоянно просматриваю карку что он там делай до ваш бывший потому что вам до сих пор больно его отпустить в том плане что в этого паразита уже как бы и не любите да но вы хотите знать но как он там поживает целехин еще не умер как у него там дела с деньгами то меня выгнал ну как у него дела там со своей квартиры кого он там себе взял но но как он там поживает у вас просто знаете очень хочется вам знать да как он там сейчас живет без вас тоскует или нет потому что вы себя полностью отдавали в этих отношениях вот без остатка вы всю себя вот так отдавали понимаете сейчас вам обидно конечно я понимаю как любой женщине как любой женщине обидно когда ты себя вот так вот все отдаешь а потом ты ничего взамен не получаешь тебя еще например выгоняет куда-то да с одной сумочкой да типа я тебя такой взял давай такое такая иди естественно в месть женская это самое страшное дело понимаете это женская месть поэтому вот эти до сих пор болезненные отношения которые никак вы отпустить не можете я тоже уверена сколько я буду про вашего бывшего здесь загадывайте расклады вот столько вы меня будете смотреть потому что я не знаю когда вас отпустить еще я не знаю сколько нужно времени здесь психолог нужен здесь даже не карты по 2 вам мы как-то могут помочь да в принципе карты таро это подсказки до что сейчас происходит они так как вам нужно жить без него здесь нужен именно псих психолог психологическая вот это какая-то здесь советы психологически поэтому вашей жизни сейчас все спокойно никаких мужиков нету смысле нету что серьезных нету они то есть они всегда есть и вашей жизни то есть присутствует привет как дела и все и пошел дальше но вы себе близко никого не подпускаете потому что вы но вы не можете найти себе которую вам прям по душе вам был понимаете которую прям также в душу папа запал как вот тот про который вы всегда у меня смотрите нету пока сейчас такого да вы хотите того прежнего но вы знаете что уже его назад таким не вернуть он никогда не изменится или уже все то есть в одну и ту же реку дважды не войдешь тут понятно да здесь кстати женщины могут быть а юридические до юридического плана то есть вы закончили что-то может быть здесь и суде меня сейчас смотрят адвокаты про то есть или сами по себе достаточно очень честные женщины честные законопослушные которые стараются вообще сами не врать не обман и не любят это терпеть не любят вранье они никогда не прощают вранье хуже всего она что угодно тебе простит но не вранье вот здесь вот такие женщины меня смотрят обижены обижены на прошлые отношения и обижены очень сильно очень сильно в глубоко прям в сердце у вас обида находится хорошо идем дальше даже мне тяжело бить и я говорю мне тяжело потому что я вот эту боль вот это вот то что карта 2 вытянула я здесь тройка мечей это вот прям все она здесь заглушает понимаете она кровоточит на все карты здесь этот прям так чувствуется потому что вы выходили даже замуж вот кто из вас выходил замуж в их вы старались чтобы это был первый и единственный брак на всю жизнь вы хотели с этим человеком прожить до самой гробовой доски так как и должно быть вы традиционный нормаль традиционно нормальная женщина понимаете который правильно мыслит которую правильно воспитали но когда в жизни происходит просто вы когда выбирали мужчину вы куда смотрели девочки вы куда смотрели когда выбирали выбирали мужчину вы думаете он рассчитывал с вами всю жизнь до гробовой доски прожить нет он не рассчитывает рассчитывали вы. Но не получилось. Вы, наверное, скорее всего, я не знаю, нашли себе какого-то бабника. Ну да у нас каждый второй мужик это бабник же. Ну а почему нет? В России женщин много, мужиков мало. А чё и то одна, то вторая, то третья. Почему нет? Так что здесь женщина очень сильно болезненна, очень внутренняя до сих пор. Поэтому то, что вы себе сейчас многое позволяете. Может быть, да, сами идёте в ресторан, заказываете себе там я не знаю, что хочу. Да, я могу себе это позволить, потому что я этого достойна. Я теперь себя сейчас люблю. Я люблю себя такой, какая я сейчас есть. Я это сейчас только поняла. А у вас, знаете, такое ощущение, как будто вот эти вот хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварства, воровства, вы в этом уже так купались со своим прошлых отношениях мужчиной. Да, вы в этом так окунались во всём. Вам, вот до сих пор вам тошнит от всего. Вы, когда общаетесь с мужчиной, у вас уже, знаете, какая реакция, просто молниеносная, когда вот чётко чувствует так, он соврал здесь. Вы уже прям чётко. Он что-то говорит, мужик, а вы уже тут же сами себе. Он врёт мне сейчас здесь. Вот он врёт. Ладно, всё, давай, давай, да. Да-да-да-да, я позвоню. Ага, давай, до свидания. Быстрее уже от него, потому что вас уже тошнит, понимаете. Вы уже тонко чувствуете, когда мужчина манипулирует, когда он врёт, когда он пытается как-то, да, вы уже в этом. Здесь даже, кстати, женщины могут быть, у кого и два брака было. И два брака, и точно так же уже, знаете. Здесь настолько сейчас опытная женщина после отношений разорванных, такая опытная. Девочки, вам книжку надо писать прям, я не знаю, своей личной жизни. Бесцелье прям выпускать надо, понимаете. Я и моя личная жизнь. Прям опытом делиться вам можно, девочки. Знаете, какие продажи пойдут? Слушайте, вы сразу на одних книжках только разбогатеете. Хорошо, идём дальше. Кстати, здесь могут быть женщины, у которых сейчас тоже какие-то есть, ну, типа, типа, в кавычках есть отношения, но они тоже мучаются, страдают. Здесь по-любому, женщина, вот у меня сейчас, кто меня смотрит, настрадавшая вдоволь, вот, вот, доволь настрадавшая. Всё. Здесь я тоже ещё, вот, ну, здесь чётко видно. Так. Расклад-то какой, господи? А, про новое знакомство. Ну, давайте, будем уже сразу смотреть, да. Я не буду делать эти долгие расклады по 40 минут. Никто их смотреть не хочет. Давайте. Чем конкретнее, тем лучше, да. Краткость, сестра таланта. Конкретно смотрим. Загадайте срок. Любой. Только не надо загадывать до полгода и год. Это слишком большой срок, так как я делаю постоянно расклады каждый день. Нужно делать вообще. В течение месяца-двух. Всё. Встречу я мужика или нет. Появится в моей жизни или нет. Вот так и загадываем. Там, я не знаю, кто до конца декабря, и кто до конца января. Всё. Короче, на зиму. На зиму, мужик. На зиму. Всё. Появится или нет. Так. Ещё. Ох ты, ты моя хорошая. Ещё. Ой, красоте. Ещё. Ой. Ещё. Ещё. Да, девочки. Ещё. Дайте, дайте, дайте мне ещё. Угу. Супер. Супер. Две вышли карты. Две карты здесь вышли. Семейные. И сам красавец мужик. Девочки, сейчас буду... Кто сейчас будет думать, Яна мне сказку рассказывает? Да когда, ради бога. Думайте так. Смотрите. Девочки, вам колесо фортуны улыбается. Всё. Прошлое осталось позади. Позади. Настрадались, наплакались. Да, уже всё. Всё. Колесо фортуны оборачивается. То есть, возвращается, да, в прежнюю, да, в прежнее состояние, опять возвращается к вам. И у вас выходит здесь мужчина. Это король. Дайте, я его прям в серединку как красавчика поставлю, вот так, чтобы налюбоваться уже им. Видно? Отлично. Это король жезловый. Это мужчина. Возможно, огненного знака зодиак. Овен, лев, стрелец, да. Ну, или же мужчина обладает такой же характеристикой. Не надо только здесь прошлых сейчас мужиков ссувать своих. Это не прошлый. Это мужчина, который должен появиться. Я не думаю, что по колесу фортуны это прошлое придёт. Нет, я его не хочу, и не надо его думать о нём. Это мужчина, который, скорее всего, должен появиться. Да. Мужчина харизматичный, очень сексуальный, очень красивый, очень яркий. Кстати, мужчина издалека. Понимаете, как в песне. Издалека, Волга, да. Течёт река, Волга. Вот он тоже откуда-то издалека. Я не знаю, с Волги он, не с Волги. Может быть, с Кавказа. Может быть, с Европы, с Америки. Но здесь мужчина идёт вам издалека. Девочки, если вы собираетесь в горячие, страстные страны отправиться зимой, здесь есть большой шанс, что вы можете познакомиться с таким мужчиной. Потому что здесь харизма, страстного темперамента такого мужчины, понимаете. Мачо, не знаю, испаньол, итальяно, парла итальяно. Здесь мужчина такой. Здесь может быть и настоящий кавказец, ты понимаешь. Я не знаю, грузин-кавказский гор, сядь, настоящий дигит, Ларису Ивановну хочу. Здесь мужчина может быть просто по своей харизме такой. Он интересный, кстати, с прекрасным чувством юмора. Обожаю мужчин с прекрасным чувством юмора. Но их, конечно, очень мало. Что плохо. В основном мужики часто что-то тупят. Послушаешь, думаешь, боже мой, что с ним делать, а. Понимаете. Мужчина готовый на брак, потому что он будет одинокий. Да, вот так вот. Неженатый, одинокий. Одинокий захочет семьи с вами. Так что можете начинать. Новое отношение для брака, для серьезности. Девочки, вам идут. Мужчины идут, то есть мужчины идут издалека, издалека. Планируйте. Планируйте. Приведите себя в хорошее состояние. То есть бодренько, живенько. Все, мы встречаем мужчину, понимаете. Кто собрался, куда ехать. Отлично. Покупаем несколько купальников. Самый красочный, самый красивый. Да. Что там еще? Платья красивые, летучие такие, понимаете. Побольше, чтобы такой сексуальности у вас было. То есть приводимся в порядок. Небольшой чемоданчик. И все. И летим. Летим на лето. Ой, на лето. На зиму. Да, как на лето в теплую страну. Отдыхать. Я не знаю. Развлекаться. И встречаться, встречаться, встречаться. Девочки. Все. Надо, надо. Хватит уже. Хватит смотреть расклады про бывших уже. Все. Все. Ушел и ушел. Туда ему лесом. Здесь вот. Вот. Выходит здесь другой мужчина. Кстати, этот мужчина может быть. Ну, хорошо. Не обязательно, что он будет испанец, итальянец. Я, конечно, так прям сказала, сказанула. Он может быть, кстати, и русским. Но он уже, например, лет 20 живет в Испании. Это все равно, что уже испанец. Да? Или, например, он русский, славянин, может, украинец, например, или белорус, но живет давно уже на Кавказе, понимается. И у него же акцент уже такой кавказский, чисто грузинский. И все, ты ничего не сделаешь с этим. Он уже как сам, как джигит, кавказский гур стал. Все. То здесь может быть и такой момент. Такой момент. Может быть, он метис, например, да. Мама у него грузинька, а папа русский. И все. А я тоже стал наполовину уже грузинь. Так что, дорогая моя Гамарджу, я тебя приветствую. Приезжай в Грузию. Будем пить вино. Ну и, слушайте, хороший расклад, девочки. Начало было плохое, серьезно. Мне было, мне так очень, как будто меня прям уже кто-то душил, прям уже в этих картах. Меня карты уже вот так вот в тиски душили, понимаете. А сейчас, ой, веселуха, ну хорошо. Я люблю, знаете, как в индийских фильмах, когда конец хороший. Когда по-любому все женятся, да, и начинают играть свадьбы. Вот я люблю всегда во всех фильмах хороший конец. Потому что я всегда верю, что добро побеждает зло. Я в это верю всегда. Так что, вам совет. Давайте посмотрим, вам совет. Девочки, вам совет. Что высшая сила скажет? Дайте мне. Дайте мне совет, девочкам. Еще. 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 Посмотрите, что делается. Отлично. Еще. Девочки, хватит уже страдать. Хватит уже страдать. Смотрите на себя. У вас психологические проблемы. То, что я вначале говорила. Вам психолог нужен, а не карты Тару смотреть. Отпустите прошлое отношение. Вы что такие зацикленные, не пойму. Вы что такие закрытые. Вы сами уже себя измотали, понимаете. Измотанной здесь женщиной уже. Я не знаю, прошлым, прошлым, прошлым. Сколько можно. Вы вот так посидите, милые мои. Хватит тянуться в прошлое отношение. Отпустите. Ушел, сердце разбил. Да все. Дайте его пинок под зад. Пусть летит кубарем. А вы идите вперед. Вы же хотите любви? Так кто вам мешает влюбиться вновь? Кто вам мешает открыться, выйти вновь? Вы почему закрыты вот тут и вот закрыты все? Вам уже судьба готовит новые отношения. А вы вообще-то даже ничего делать не хотите. Вообще ничего делать. У меня такое ощущение, что вы даже зимой палец о палец не ударите, чтобы выйти и найти эти новые отношения. Вы будете дом-работа, 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 дом-работа. В поиске чего? Что вам мужик придет на работу или домой, что ли, не пойму? Здесь женщина. Вот вы смотрите сейчас на отношения новые, да? Как на сказку. А я не сказку здесь гадаю вам. Я карты Таро раскладываю. Говорю, что у вас есть возможность познакомиться. Сколько мы загадывали? В зимнее время с мужчиной есть 100% для всех. Есть у кого изначально пошла информация верная, о ком я рассказывала. Так что мы закрываемся-то? Что мы прошлые отношения-то не отпустим? Вы что, сами себе враги, что ли, не пойму? А что, себя раскладами только утешаете? Так вы можете, знаете, всю жизнь вот так до старости лет смотреть, расклады и себя утешать. Оно вам нужно? Вы реальность свою, вы можете свою реальность как-то, я не знаю, да, ну, осуществлять, продвигать, идти вперед, много со временем, жить нормально, реально? Так кто вам мешает? Вот я вам говорю, что вы можете зимой встретиться с мужчиной. Запомните это, пожалуйста. Я вам говорю это точно. Но только здесь большая, да, работа еще будет проделана вами, потому что здесь женщина, которая не может, а может быть и не хочет, отпустить прошлое. Пока вы прошлое не отпустите, вряд ли даже то, что я нагадала, возможно. Подумайте об этом, то, что я сказала. Я вас всех люблю, мои дорогие ведьмочки, мои масечки, мои кисоньки, мои тут не расходимся. Сейчас я для вас буду делать другой расклад. Расклад, наверное, опять про вашего мужчину, вы же всегда только его и хотите услышать. Как он там, страдает ли он там, переживает ли он там. Я вас всех люблю, я вас всех обожаю и до скорых встреч. Спасибо.